Многие авиационные эксперты сегодня вспоминали другой случай гибели воздушного судна над Украиной. Это произошло почти 13 лет назад. Подробности напомнит Дмитрий Кочетков. На борту самолета российская авиакомпания «Сибирь», летевшая 4 октября 2001-го, из Тель-Авива в Новосибирск было 78 человек. Все они погибли. Ту-154 сбит над Черным морем украинской ракетой на высоте 11 тысяч метров. В Крыму в это время проходили учения ПВО и проводились стрельбы комплекса С-200. Президент Украины отказался признать факт обстрела самолета. Сегодня можно сказать, видите ли, российские разработчики теоретически говорят, что это возможно. Но они еще много сопровождающих тех параметров, с которыми нужно разобраться, не называют, наверное. Украинские военные тоже оправдывались как могли. Сначала говорили, что ракеты так далеко не летают, да и стрельбы вообще отменили. А потом утверждали, что комплекс С-200 все-таки стрелял, но ракета упала в море. Но эксперты и родственники погибших при опознании вещей обнаружили, что и фюзеляж, и багаж были прошиты шрапнелью. Дело в том, что ракета комплекса ПВО С-200 начинена стальными шариками и взрывается в нескольких метрах от целя. Они все были пробиты вот круглыми этими отверстиями, шариками. И нам дали запись о последних минут жизни экипажа. И там, ну, слышен шум самолета, и кто-то вскрикнул. Нам кажется, что это наш. Вскрикнул. Куда попало? Но украинские власти завершили свое расследование странным выводом. Доказать ничего нельзя, потому что не найдена сама ракета. Нужно было найти фрагменты самой ракеты, но найденные металлические шарики не позволили экспертам сделать вывод о том, что они принадлежали нашей ракете. Уголовное дело по факту катастрофы украинский суд закрыл в связи с отсутствием состава преступления. Как говорил тогда президент Украины, не нужно из-за ошибки делать трагедию. Если подтвердится версия попадания ракеты, насколько сильно пострадает репутация Украины? Вы посмотрите вокруг, в мире, в Европе, в том числе, на последние события. Что мы первые или мы последние? Не нужно из этого делать трагедию. Если есть какая-то ошибка, ошибки случаются всюду. И не только такого масштаба, но и гораздо большего, планетарного масштаба. Так и не признав официально свою вину, тем не менее, Украина согласилась выплатить семьям погибших компенсации. Был подписан договор об орегулировании претензий. Правда, из четырех пунктов документа Киев выполнил только один. Извинения, наказание виновных, выплата компенсации. Четыре пункта было. По компенсации это фактически были очень противные, такие грязные торги. Каждый год в октябре у мемориала жертвам авиакатастрофы в Новосибирске много цветов. А в Сочи родственники погибших выходят в море к месту падения самолета. И спускают на воду венки и мягкие игрушки. Среди пассажиров сбитого Ту-154 были дети. Дмитрий Кочетков, Павел Рудаков, Первый канал.